Так, всем привет! Мы продолжаем играть в игру, мы называем Зайчик, 4 эпизода. И? И всё? МЧС призвал жителей соблюдать меры предосторожности. Дороги перекрыты. Холодная воздушная масса арктического происхождения несёт с собой буран. Ух, вы меня сведёте, Ого, в ботилу! А я не могу дослушать, что там была. Мать орёт. Сверху тоже доносились голоса. Впервые звуки ссоры подействовали успокаивающе. Заскрипели протяжно ступеньки. Я делал шаг, а сердце за это время успевало ударить 5-6 раз. Ты что ты говоришь? Дверь в родительской комнате была отворена. В 5 дней Света выступал в театр теней. Чёрные силуэты исполняли танец ненависти. Мамины кисти взметались к потолку, когда она щупела на отца. А он нависал, скрестив руки на широкой груди. Мы все в опасности. И всё из-за тебя. А из-за кого? И не ври, ты видел его в посёлке! Кого? Он вычислил, где мы живём! А, это те люди, которые преследуют их? Это был не он! Я читала в газетах, на что способны твои дружки! Я пробежал к спальне. Родители снова ссорились, выясняли отношения, сыпали взаимными обвинениями. Карина! Отец низко по звериному зарычал. Пусть они прекратят! Ой-ой, всё нормально. Ты что здесь сидишь? Ты что здесь делаешь? Оля стояла в коридоре, прижав ладошки к ушам. Я отогнал видение, в котором и сестру поглощали лезвие мясорубки. Опухшее от слез личика заставило меня похолодеть. И почти вытопнуть из мысли кровавый образ Кати. Что случилось? Они разведутся! Да нет, ты что? Не будет такого. Я обнял сестру и прижал к себе. Язык отказывался повиноваться, искать утешение. Я злой! Это ты, сука! Я злана! Ого, откуда раньше не было, ты что? Крики будто звучали сразу отовсюду. Справа и слева, снизу и сверху. Бели по макушке. Кругом тебя сдам на опыты! Кругом тебя сдам на опыты? Рукоть падала нам на голову, и мы прикрыли их руками, как спасающиеся от бомбежки беженцы. Я хочу уйти! В свою комнату? Нет! Дальше! Отведи меня в небо, Элианди! Ты обещал! Ой-ой-ой! Я осторожно отнял ее руки от ушей и повел мимо вибрирующий ярост на спальне родителей. Из-за тебя! Ради кого? В эти минуты я презирал их сильнее, чем они презирали друг друга. В комнате я заперся на шпингалет и прислонился к дверям. Колени подгибались. Почему тебя не было так долго? Да происшествие какое-то было. Я пытался помочь одной девочке. Ты помог ей? Нет. Не думаю. Что-то стукнуло о карниз снаружи. Опять ты! Оля вздрогнула и бросила взгляд на окно. Бам! Снежок повторно шлепнулся в раму. Ты ждешь кого-то? Не очень, честно говоря. Я не ответил. Отпустил ее запястье. Она схлипнула испуганно. Я прошел по комнате. Морщаясь от каждого родительского скрика. Билась посуда. Папа с мамой переместились на кухню. О, только не они. Я отдернул штору и рывком распахнул окно. Нет, только не они. Да они же сожрут нас. Совушка, медвежутка, волчик и, конечно, пленительная Алиса. Все были с Борей и махали нам снизу. Ой! Оля ойкнула, завидев девочку-птицу. Я же говорила! Да, я верю. Да, знаю. Я тебе всегда верил. Кто они? Не очень хорошие... Помимо страха, в голове звучало любопытство. Чтобы в такую погоду дома сидеть, надо быть очень скучными детьми. Зато живыми. У нас столько игр, не игры, милая. Не надо. Давайте только не во все игры играть. А то у меня лапка болит. Я не хотел. По чуть-чуть. И потом отдохнем. Друзья! Выходите скорее играть и танцевать! При виде Алисы, сердце забилось сильнее. А внутренний голос буквально кричало. Наконец-то она здесь. А они знают, как попасть в небыляндию? Наверное, я прикидывал, глядя на зверят. Может быть. Пойдем и узнаем. Да ты дурак. Куда? Они в предыдущий раз пытались украсть ее. При горке лесных друзей обещали избавление от горя, гнева и ужаса ночи. Я проследил, чтобы Оля закуталась потеплее. Импотент. Мама лаяла на отца отрывисто, как дикое животное из передачи. Николая Дроздова. Ты кто, друг мой? Николай Дроздов, советский и российский ученый. Зоолог, путешественник, полиализатор науки и ведущий телепередачи в мире животных. Я понял. Как же долго! Пока мы вас, домоседов, ждали, то чуть не состарились. Я и не хотел выходить. Она прижалась еще сильнее. Оказывается, ждать так утомительно. Фух. Дайте хоть минуточку в себя прийти. Это я, по-моему, да. Однажды я тоже долго собиралась. А когда закончила, то и вовсе забыла, куда. Это тоже я. Оля смотрела на сову с подозрением. Но хихикнула, когда-то вдруг перекувыркнулась через себя и лихо встала на снег, даже не пошатнувшись. Остальные звери, как по команде, перестали дурачиться и тоже завораженно посмотрели на Олю. Это же та девочка, что не хотела со мной дружить. Меня зовут Оля. Раньше я... Ну, я просто тебя боялась. Тебя испугала наша солнышка? Может быть, у нее совофобия? А это лечится? Нет, навсегда. Главное, чтобы ребенок не боялся веселиться. Тоже верно. Иначе с нами можно умереть от страха. Это смешно. Я поразился, поняв, что губы мои складываются в улыбку. Улыбку. И это после всего, что я видел в гараже. Да ты псих. Встречаясь с Алисой, я будто переходил через реку. Журчание, которое глушило все дурные мысли. Какие у вас красивые костюмы. Это не костюмы. Куда я нажал? Ага. Девочка-лисичка разжала свои объятия и присела рядом с Олей. О, какая очаровашка. Сохраним. Антоша, почему ты прятал от нас это милое создание раньше? Потому что вы хотели ее убить. Я покатился на дом, опасаясь, что родители могли заметить нас и, как всегда, испортить все веселье. И сказал, обняв сестру. Давайте отойдем подальше. Запросто. Это безумно глупо. Алисе-то можно еще как-то довериться. А ты знаешь, как найти в нашем лес Деда Мороза? О, нет, не надо. Глаза сестренки округлились. Как? Нужно идти по сладкой тропинке. Алиса наклонилась и вынула из снега конфету. Оля всплеснула ладошками. Посмотрела на меня вопросительно. Я кивнул. Сестра захрустела конфетой. У нас что, в лесу завелся Дед Мороз? Почему ты мне не рассказывала? Я рассказывала. Сегодня днем. Но ведь днем я сплю. А это твоя вина. Ага. Вот я и рассказывала, пока ты спала. Алиса кинулась прочь, вильнув рыжим хвостиком, точно факелом. Оля инстинктивно двинулась за ней и засмеялась, вынув из сугроба вторую конфету. Вы такие бодрые. На вас аж смотреть противно. Че это? А ты давай не зевай. Точно вот так вот его. Лучше беги с нами, Деду Морозу. Пока все подарки не разобрали. Скажи, что же. Скорее уж мне на голову свалится 3 кило конфет. Чем я поверю в байк и лисичи. Ой, 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 ой. Вот так вот. Когда сладости стали падать на макушку медведя, я сам не удержался от смеха. Так забавно он ойкал и втягивал шею. Угощения переливались на снегу. Медведь чихнул и достал из уха. Мишки на севере. Я бы вздремнул часок. А уж потом пересчитал все эти шоколадки. У меня такое подозрение, что тут не больше килограмма. Со стороны леса донесся крик Алисы. Не в этой жизни! Давайте скорее! Дед Мороз уже заждался нас во дворце! Я пожал плечами и побежал, потому что от бега свои тиски страха ослабивали. Что-то круглое прилетело возле моего виска. Я решил, что это снежок, но Оля воскликнула. А, это конфетка. Не конфета? Да, зефир. Не подбирай, он испачкался. Ты что, веришь в микробов? Конечно, от них столько людей погибло. Не веря в них, можно помереть. А ты нет? Раньше верила. А, ну раньше да. Раньше-то жива была. Встроенные сосны великаны встречали нас шорохом своих лап. Снег снова валил снизу вверх. И бескрайнее черное небо. В бескрайнее черное небо, да. Сугробы полыхали, точно расплавленное серебро. Как же красиво! А я думала, в лесу страшно. В лесу страшно. Нас родители пугали лесом, снегом и совой. Ну а мы с тобой играли в снежной чаще под луной. Я старался не выпускать из виду Олю. Но это было довольно сложно. Сестра таки далась за кусты и подбирая все новые конфеты, то смеясь выпрыгивала на тропинку. Это к чему-то приведет, я уверен. Солушка пронеслась над нами, села на ветку и за... за ухало. Мотай головой. Волчок скопал мордой снег, вытянул горсть жвачек и проглотил, не снимая обертки. У тебя будет несварение. Все верно. Волк испугался и выплюнул за жвачный ком. Враки-враки, злые собаки. Нет никаких несварений. Так у вас нет, у нас есть. Вся эта чушь случается только со взрослыми. И не с мертвыми, между прочим. Я так намекаю чуть-чуть. Алиса стала как вкопанная и важно отодвинула полога переплетенных веток. Так в театре открывает занавес. За преградой была поляна, а на ней серебрился дворец из-за льда. Это все взаправду? Да я тоже чуть не верю. Щипнуть? Не надо. Не надо ее щипать. Вот так вот. Мы смотрели на сверкающее чудо. Башеньки и стены были выложены из снежного и ледяного мрамора. Где-то ласково зазвенел колокольчик. Отчетливо пахло шоколадом и жженым сахаром. Милости прошу к нашему шалашу. Дважды приглашать не пришлось. Мы вошли в замок, вертясь и жмурясь от слепящих искр. Чего? Дед Мороз сидел на сверкающем троне. Это че реально? Пушистые помпоны покачивались на раздвоенной шапке. Белоснежная борода скрывала спокойную улыбку. Это маска же. Он был таким, как я его себе воображал давным-давно, когда еще верил в мамины сказки. Высоким, сильным и косматым. Изучающим одновременно мороз и тепло. И голос его, густой и глубокий, окутал меня, словно дым праздничного костра. Антон и Ольга. Оля. Ох, и намучились же вы ребятки, пока сюда добирались. Что ты, дедушка? Мы быстро дошли. Сестра говорила с хозяином замка иначе, чем с другими взрослыми. Звонка беззаботна. Словно, он был ее родственником. Ровесником, то есть. Кто был покладистым весь год, того подарок утром ждет. А кто ленился и грустил, пускай он дедушку простит. Лентяем и грустяем конфет не запасаем. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. А я не ленилась. И о том знаю. Он обвел нас пристальным взором. Маска Деда Мороза скрывала настоящее лицо. И это время я молчал и смотрел. Мой взгляд будто примерз к старику. Я мог принять живущих в лесу детей и фантастические прыжки до луны. Но Дед Мороз в ледяном замке ошарашил настолько, что я лишился дара речи. Есть у меня для вас кое-что особенное. Его огромной руке появился мешок. В нос ударил запах какао, халвы и мандаринов. Спасибо, но мы уже ели конфеты. Дед Мороз поглядел на меня внимательно. Хе-хе-хе-хе-хе. Разве то конфеты были. Так, одно название. Вот у меня конфеты волшебные. Прямиком из Небыляндии привезённые. Ха-ха-ха-ха. Чё? Откуда он знает? Из Небыляндии? О, он сейчас начинает заманивать нас, да? Сразу бы вам их дал. Заслужили. Натерпелись. Ну, есть правило. А вот и загвоздка. Надо бы вам три дедушкины загадки отгадать. Попробуйте. Давай. Я не успел разлепить пересохшие губы. Да! А сняк гадаем. Слушайте первую. А правило? В нём живут машины и хранятся шины. Что, гараж? Не смей, сука. Это же гараж, да? Я посмотрел по сторонам на детей в масках. Они замерли в углах, но их тени плясали на стенах. Что-то тихо гудело, и я подумал, рабея, это ворчат их желудки. Гараж! Всё верно. Верно! Хе-хе-хе! Антон, беги, сука. Просто возьми Олю и беги. Теперь вторая загадка. Подключайся, Антон. Весь день ходит, как тень. Посудой гремит. На всех шипит. Что, это про родителей наших? Я вопросительно вскинул брови. Мама? Мама, да. Оля потянула руку. Можно я? Можно я? Это кошка. А, ну, кстати, да. Тоже подходит. Верно. Хо-хо. Осталась последняя загадка и подарки ваши. Не нравится мне это. Только вот незадача, ребятушки. Запамятовал я, о чём же была эта загадка. А может наши друзья, зверя-то нам подскажут? Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ряженые дети с гокотом и топотом окружили нас со всех сторон, чтобы через мгновение закружиться в вечном хороводе, смутно напоминающий пляску моего окна в ту заполученную ночь. Дед Мороз сидит на троне, прячем бороду с мешок. Не дайди нас слишком долго, разве жизнь скорее. Мешок или кишок, я не знаю. Мешок! Дед Мороз засмеялся, довольный. Убедили старика, получайте! И он высыпал из багрового мешка гору угощений, каких я не видел даже в рекламе. Жвачки самых разных форм и расцветок, вкусно пахнущие, с рычащими вкладышами. Леденцы размером с кулак и мандарины размером с Олину голову. А еще сникерсы, марсы, баунти и киндер сюрпризы, которые мы так давно не пробовали. Ой, спасибо! Я вытер рукавом выступившие слезы радости, когда мой внутренний голос убедил меня отбросить все сомнения. Лучше сомневайся. Именно этого я хотел для себя и сестры. Настоящая небыляндия, без унижений и запретов. Ну, ты же слышал загадки, алло, он на что-то намекал. Наконец-то мы будем счастливы. Ой, он встал. Дед Мороз распрямился, покидая трон и воздел руки над угощениями. Шуу, не пугай меня. Звери по бокам тоже подняли лапы. Их глаза блестели ярче драгоценных камней. Пасть волка была мокрой от слюны. А будет пир на весь мир! Звери, толкаясь и рыча, бросились поедать конфеты одну за другой, что у них были вымазаны чем-то темным. А тут Алисы нету. Сестра схватила первую плававшуюся конфету и содрала фантик. При виде этого я почувствовал, что внутри меня будто качнулся маятник. Блин. Не нравится мне все это. Я бы отказался бы. Не знаю. Я бы отк... Ну, давайте попробуем, примем. Примем. Я вынул из груды сладостей на полу самую аппетитную конфету. Надкусил молочный шоколад. Надкусил молочный шоколад. Таял во рту. С выбором вас поздравляю. Веселитесь в этот час. Я желание исполняю сокровенный для вас. Антон, смотри! Охренеть. Это как в конце третьего эпизода. Личико сестры было перемазано шоколадом. И я уже собирался сделать ей замечание. Но слова застряли в горле. Ёлка. Гигантская ель устремилась к звездам и исчезла где-то в космосе. Ее венчала круглая луна. Огромные шары сияли на ветвях. Гирлянты переливались всеми цветами радуги. Крыша исчезла и над ними раскинулись меридианы созвездий. Музыка, смех, аромат фои и сладостей. А рядом плясали медвежотка, волчик и соушка. И снежинки падали задом наперед. Я засмеялся, потрогал пышную, позолоченную мишуру. Все по-настоящему. Это что? Это она? Да. А вы тут не про Небылендию случайно говорите? Про нее. Это и есть Небылендия? Алиса манерно поклонилась. Шары переливались и мерцали, и моя душа мерцала им в унисон. Я остановился с зимним волшебным лесом, мягкой ласковой хоей, всеми созвездиями сразу. Добро пожаловать домой. Не хочу я такой дом. Вот где всегда был мой дом. Снег искрился и слепил. Оля закружилась в танце, схватила по конфетте в каждую руку. Волчонок жонглировал киндер сюрпризами. Ты видел? Да, вижу. Приставки, тетрисы, куклы и трансформеры лежали под елью, словно их грузовиками свозили сюда. Это все наше? Я понял, что тоже танцую, и ответил, не прерывая движений. Многовато для нас одних. Я бы поделился с кем-нибудь. А ты? Ну, если с кем-то хорошим. Какие-то дети стояли у кромки опушки, зачарованные и глазея на праздник. Эй! Какие дети? Это кто? Я прыгнул через всю поляну и плавно приземлился возле них. Ходите с нами! А это кто? Можно? Это кто? Это тоже пропавшие дети? Спрашивайте. Дети взяли за руки. Я привел их в цепочку к подаркам. Не было ничего лучше, чем вести кого-то по тропинке к мечте. Праздник наступал по-настоящему. В каждом празднике, как в красивом яблоке, была червотучинка. Его скоротечность. А это случаем не лиса, сова, медведь и волк? Их же четверо тоже. А, нет, появилось. Но здесь под лапами величественной ели праздник не кончался. Ты счастлив, Тоша? Ну, чуть-чуть. Я счастлив! Ура! В небе отзрывались грандиозные серверки, а зря танцующих. Глаза улазнились. Напряженились мышцы. Я запрекинул голову к луне и закричал от переполняющих меня эмоций. Ты счастлив, зайчик? Ах. Не говори этого. Я прыгнул до звезд и ковыркнулся. Мой крик слышала вся небыляндия. Счастлив! А, все? Я проснулся с улыбкой впервые за долгие дни, приведенные в новом доме. В этот раз счастье не отпускало. И, наслаждаясь им всем телом, я сладостно потянулся. За окном, радуясь яркому январскому солнцу, весело пели красногрудные красавцы, снегири. Их чириканье дарило мне надежду, что однажды лысый лес за окном вновь обратится в райскую кущу. На радость родителям и сестренке. Это не сон в случае? Детский топот, ног и собачий лай наполнил коридор. Это же явно сон какой-нибудь. Только вчера они ругались. Дверь в мою спальню широко распахнулась, обдав меня теплым ветерком и ароматом свежеваренного кофе. А кто там этот лает? Или что дышит? А, собака? Жулька. Это же Жулька. На пороге стояла свечащаяся от счастья Оля. А в ее руках непрерывно ерзала, веляя хвостом, умилительная Жулька. Тоша, гляди, гляди! Папа разрешил ей остаться! Да нет, это что-то какой-нибудь сон, я не знаю. На глазах сестры выступали слезы радости. У меня теперь есть собака! От столь потрясающей новости я даже подскочил из кровати. Да ведь это же Жулька! Сам ты Жулька! Ее зовут Принцесса. Да, Ваше Высочество? Собака одобрительно тяфнула. Тук-тук, можно к вам? Можно. Ой-ой-ой, к моей полной неожиданности улыбающийся папа переступил порог и, что более удивительно, в обнимку с мамой. Да, это явно какой-нибудь сон. Как тебе пополнение? Великолепное. Мне бы проснуться только. Мне эта дуреха под колеса бросилась. Еле вырулил. Машину поцарапал, думал, голыми руками удавлю. А заглянул я ей в глаза. Они такие, как бы сказать... Умные. Во! А сама дрожит вся. Ну, говорю, ладно. Доедешь со мной до дома и сиденья не обгадишь, тогда оставайся. Принцессы не гадят. Вы дружно засмеялись, точно как раньше, когда любая незащитительная мелочь могла рассмешить в два счета. Чего замолчал? Давай, продолжай. Мама хитро посмотрела на папу. Тот, покраснев, отвел взгляд, словно дети ей богу. А еще из хороших новостей. Ваш папа получил повышение. Так у тебя же нет работы, мы прячемся. Грешно, конечно, радоваться, ведь старший бухгалтер пропал все-таки. А, это в поселке. Но, как говорится, нет худа без добра. Это значит, тебя чаще не будет дома? Это значит, двойную надбавку плюс премии! Правильно, Карина. Так что готовьтесь, на следующей неделе нас всех ждет семейное путешествие. От этих слов мое сердце забилось сильнее. Куда? Оля даже выпустила дворняжку из крепких объятий. Это Дисней Лэнд, да? Неужели в Макдональд? А, от Дисней. Скажешь тоже, Оль. Бери выше! Мы давно уже планировали эту поездку, да все не получалось. Да, Дисней Лэнд. Вы уж простите нас, ребятки. Мама кулачком смахнула слезу. Да ладно тебе, Карин. Все в прошлом. В общем, собирайте чемоданы, летим в Дисней Лэнд! От радости мы с сестрой запрыгали до потолка. К нам присоединилась разодоренная громкими речами собачонка. Ура! Ура! Дисней Лэнд! Дисней Лэнд! Наш восторженный виск целиком заполнил дом, хранящийся под чердаку и водосточной трубе. Облетел двор и скрылся в сверкающем белизной лесу. А вместе с ним ушло и страшное слово на букву Р. Развод. Я поклялся, что навсегда запомню этот день, когда с родителей наконец-то спали маски. Маски пренебрежения. А под ними оказались лица людей, которых мы всегда знали и любили. Лилия Павловна все еще не вернулась в школу из-за пропажи Кати. Поэтому сегодня я выспался и шел засветло только к третьему уроку. Проложенная тропинка вела к чернеющим домикам на фоне белоснежной равнины, где из дымоходов уже валил сизый дым, пахнущий березовыми и сосновыми поленьями. Крепкий ночной мороз окончательно спал, задремав под солнечными лучами, и на белых шапках крыш заиграли ледяные искры. Я уставился, уверенный, что сегодня никто не в силах испортить мое настроение. Ни грусти, ни жалости к себе из-за Полины, которая наверняка уже вовсю делилась Ромкой грандиозными планами покорить Вены. Покорение Вены. Все каннуло в небытие. Откуда-то протяженно замычали корова. Коровы. Я выпал из секундной неги и двинулся дальше, хрустя снежной переной под подушвами. Высоко над головой плыли косматые облака, чьих очертания укладывались в милые сердцу силуэты зверят. Алиса или Полина? Внезапно мне на голову приземлился пушистый снежок и девичий смех, наполняющий звон колокольчика на весеннем ветру, коснулся моих ушей. Я обернулся в ожидании увидеть ее, мою дорогую проводницу в сказочный мир грез, горячо любимую и обожаемую Алису. Но вместо девочки лисицы на протопанной дорожке позади стояла Полина с неизменным скрипичным футляром в руке. Опять Петров ворон считаешь? Она заразительно засмеялась и подбежав вдруг бросилась мне на шею. Я опешил, утонув в сладком аромате ее духов. Что с тобой? Она смущенно улыбнулась. Я увидел блеск ее в васильковых глазах. Дедушка мой, он... Он снова может ходить, представляешь? Да нет, все, это сон, да. В это даже сельский врач не верил, а он будто на зло ему встал и пошел. О, это самый счастливый день в моей жизни, Антон! Она зарылась лицом в мою грудь, сцепила руки на шею, словно я был для нее больше, чем просто друг. Я взволнованно начал озираться. Полина, нас могут увидеть. Из-за Пятифанова беспокоишься? Немного, да. Брось ты это дело, его и след простыл. В смысле? Я недоверчиво отодвинул Полину, пытаясь понять, розыгрыш это или правда. Ну ты чего, не веришь что ли? К нам вчера, буквально ночью, старший лейтенант Тихонов приезжал. Так и так, Бяша потерялся, а вместе с ним и дружок его Ромка. Ого. Мимо нас прямиком в зимний лес прокатили лыжники. Полина склонилась ко мне поделиться шепотом, не выпуская спортсменов из виду. Как я поняла, во всех этих исчезновениях Тихонов подозревает Пятифанова. Да нет, нет. Да ладно. Я сама в шоке. По слухам у Ромки того. Совсем шарики за ролики заехали. Да я в принципе и не удивлена. Что ты имеешь ввиду? А ты не знал? Он из проблемной семьи. Даже думать не хочу, что творилось у них дома. Ромка всегда казалась мне чрезмерно жестоким, без повода ослубленным на всех подряд. Теперь чернота, что была у него внутри, выплеснулась через край и закупила множество невинных детских душ. Даже его собственную. Я напомню, что это скорее всего сон и скорее всего это просто его мысли, которые воплощаются здесь. И он именно так думает о Ромке. В это было сложно поверить, но глядя на Ромку, я чувствовал, что приблизительно так все и кончится. Вот. А ты еще мне его сватал. Как вспомню. Прррр. Прости, пожалуйста. Она махнула рукой и улыбнулась. Кто старое помянет? Вот бы еще и бездомные дворняги тоже исчезли. Опять за свое. Не жизнь была бы, а песня. Я с подозрением взглянул на Полину. Ха-ха-ха! Да шучу я! Пойдем скорее, а то опоздаем. Ха-ха-ха! Полина схватила мою ладонь и весело смеясь побежала по проселочной дороге. И с каждым шагом, с каждым смешком и шуткой позабытое тепло обволакивало мое сердце. Все облемлющая влюбленность вернулась ко мне и казалось, что уже никогда меня не покинет. Перед выходом, перед входом в класс я попытался отпустить руку Полины. Стесняюсь, что одноклассники будут дроздить нас с женихом и невестой. Но Полине было сонно все равно и она только сильнее жала мой ладонь, отворя двери. И действительно, избавившись от коварной Катьки, бесердечного Румки и ехидного Бяши, наш класс словно бы излечился от паразитов, стал дружелюбнее и отзывчивее. Это не Антон. Антон бы явно так бы не говорил. Возможно, это как действие маски, только уже в каком-то другой реальности, во сне. Никто больше не смотрел на меня с залитыми злобой глазами. Некому было харкнуть у меня кусочком жеваной бумажки через полый корпус шариковой ручки. Я сел за свою одинокую парту, когда рядом уселась Полина. Меня это нисколько не удивило. Она была такой очаровательной, что я мог бы назвать ее своей музой. подхваченной волной вдохновления я вытащил из рюкзака альбом для рисования. Облизнул грифель карандаша, не выпуская из поля зрения свою модель. Она вновь улыбнулась мне. Что ты задумал? Да так порисовать. Спокойствие, работает профессионал. Я наметил будущие контуры обворожительного силуэта. Знаешь, я часто наблюдал за тобой отсюда. Она бросила взгляд на свою бывшую парту, смущенно убрала за ушко локон. Правда? Несколькими широкими линиями я обозначил миленькие скулы. Мне никогда еще не удалось с такой точностью взять пропорции чего-то, чего-то, лица, чего-либо лица. Она замерла, боясь неверным движениям помешать мне развеять волшебство. Ух! А чего это она? задыхаясь от волнения, Полина расслабила узелок щеного платка. Я всегда хотел тебя нарисовать. Да, 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 недоконченная фраза. Когда была возможность хотеть, ты убежал как черт, я не знаю. Наши глаза встретились. О, Антон. Да, я не могу. карандаш носился над бумагой, яростно штрихуя тени на ее груди. Скажи, ты согласна стать героиней моего комикса? А чего он так запыхался? Что творится? Сладкая дрожь пробежала по ее телу. Она томно закатила глаза от удовольствия. Да, да, как долго я ждала этих слов, милый. От напряжения грифель карандаша не выдержал и, щелкнув, разлетелся на мелкие осколки. Я не мог поверить, глядя на рисунок. О, вот и все. Мистер Хайт. А кто такой Мистер Хайт? Ужасная мазня смотрела на меня. Там, где секунду назад было лицо Полины, сейчас красовалась бесформенная месива. Я не сразу понял, что сижу за партой в пустом классе. Об этом я и говорил. Пылинки летали в лунном свете. За окном была ночь и куда-то подевались одноклассники. Полина ощущение эйфории. На доске кто-то написал мелом считалочку, но все часть слов и читалось и читалось лишь раз-два зайчик мяса. «Типа я мясо?» Дурацкая ухмылка сползла с моих губ. Я встал, ущипнул себя за запястье, тишина была оглушительной. В роту стоял привкус блевоты, а в ушах звенело, как от нескончаемого вопля, полного отчаяния и ужаса. «Эй, кто-нибудь!» В коридоре руились тени. Я шел мимо заколоченных классов, мимо пятен гнилий на стенах и серебристой паутиной. Что? 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 Винди купленов? Так, пропал мужчина, учитель английского языка Дмитрий Купленов. Последний раз видели возле школы. Внимание, пропал ребенок Андрей Виндяй, 15 лет. Здесь две эти наложилось. Пропал ребенок Вася из 7-го больше 16 лет. Здесь не прочитать. Здесь показывают, что все пропали. О! Вот и этот Булкин. Остальных я, к сожалению, не знаю. Да, остальных я не знаю. Прикольно. Я шел мимо заколоченных классов, мимо пятен гнилий на стенах и серебристой паутины. Пауки быстро перемещались под потолком. Лампы тревожно мерцали. Ошеломленный я встал напротив доски объявлений. К портретам Семена и Кати добавились сотни других фотографий. Черно-белые распечатки клеили одну поверх другой. Жуткий коллаж из детских лиц для дел провалами глаз. Не в силах выносить пытку этих внимательных дыр я выбежал из школы. По двору на дорогу где шуршала пороша. Ни людей ни машин ни птиц. Низкие облака задевали дымоходы. Окна словно закрасили чернилами. Фотографии про ваших облепили столбы и заборы бумажной шкурой не только детей но и взрослых. Кажется все жители поселка стали черно-белыми призраками на снимках с пометкой «Разыскивается». Я врел в тишине полумершей улицы. В некоторых домах были выбиты стекла. Ветер хозяйничал рыская по комнатам. Входные двери качались от его порывов. На стакетниках висели детские курточки и рукава шевелились тянулись ко мне. Пустой поселок пустая оболочка. Что здесь случилось? В переулке затарахтел опрокидываясь мусорный бак. О, кто-то пробежал. Что-то промелькнуло в оконных проемах обугленного сельмага. Я побежал прочь за закопченного фасада. За колодцем утробно зарычало. Я ускорился, стараясь не замечать тьмы во дворах кровавых собачьих будках покосившихся сара сарая. Луна показалась из-за облаков. В изнуряющей тишине что-то пронеслось над головой. А, звери, я понял. Словно кукурузник перелетел с кровли на кровлю. Меня накрыла огромная тень. Я рванул направо в надежде, что меня не заметили. Небольшой зеленый дом впереди. Мое убежище, это же дом Полины, да? Сходя с ума от страха, я рванул к ближайшей избе. Я толкнул калитку и, пригнувшись, засеменил к крыльцу. Кукти. Дернул за ручку, двери оказались не заперты. Ах, нет. Инвалидное кресло выехало из темноты, едва не задев меня, покатилась туча колесами по ступенькам и застыла у яблони. Я проводил его округлившимися глазами, снова посмотрел в дом. Коридор терся во мраке, пустые раны на стенах, стекла на полу. Есть тут кто? Ответом было рычание. Охренеть. Из-за угла в конце коридора высунулась косматная лапа, а следом страшная морда с горящими глазами. Охренеть. Это кто? Это кто? Это волк? Огромный разожравшийся зверь выпал на брюхе, извиваясь как гадюка. Он едва вмещался в коридорное жерло. протискивался с кубля когтями половицы. Охренеть. Челюсти клацнули капканом сантиметре от меня. Чудовище застряло в проходе. Охренеть. Лапы били по стенам, слюна брызгала из пасти. Я развернулся уносить ноги из кошмара. Охренеть. Горобатый филин крупнее взрослого человека. Соземлился у калитки закрывая дорогу. Клюв щелкал неустанно. Это лиса. Сбоку вспучился сугроб и нечто похожее на гадскую землеройку полезло наружу. Я упал на колени. Сон умолился этим древним созданием. Из темной норы выползла скалящаяся в улыбке тварь, драппированная грязными лисиями мехом. Ее хвост лишь позвоночник в ошметках сухожилий. Волочился сзади. Охренеть. Тела существ ужасно исказились и я решил что схожу с ума. Они оказались мне маленькими размером с ребенка и вытягивались выше любой опустевшей избы. Охренеть. Вот это сон, конечно. Людоеды нависли надо мной, а в их чревах непрерывно шуток копошилась, как будто Бэй искала выход наружу. И чем дольше они взирали на меня, тем шире становились их перекрошенные улыбки и хлики смерти. Как же славно мы пировали! Изуродованное чучело лисы облизнулось. Язык показался мне черной склопендрой, длиннее моего предплечья. Мерзкое насекомое пробежало между бритвенно острыми зубами и провалилось в бездонную пасть, способную проглотить весь мир. university пи-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-� Reach représ are très человеческого лишь звериный рык да и птичий свист я понимал каждое слово как если бы мы говорили на одном языке как жаль что ты не поспел за нами зайчик не смог укусить это я сказал вы объедали меня предатели ты сам не захотел есть свою семью ты что тварь конечно захотел алиса ты чё ух ты мечтожен мразец меня от тебя тошнит позор позор неописуемый ужас обвил меня когда хохочущие звери потянулись ко мне потянули ко мне своими свои когтистые лапы как вдруг нечто притворяющиеся лисой громко залаяло голубцы его очеред нести угощение пусть исполнит предназначение к завтрашней ночи ждем места а иначе что иначе мы съедим всю твою семью ах вы твари сука монстры образовали вокруг меня кольцо и заретелись в хороводе я закричал мелькали глазища крыки кубки сливались в вереницу пятен и клякс 1 2 3 3 4 5 3 4 5 5 5 6 6 6 7 8 7 8 7 8 8 морда лисы вылезла из-за мельчищащих пятен которые превратились туши зверей для медведя для лисы зайчик кушать принеси вопль отчаяния мой вопль закудел по закулкам вымершего поселка принесу 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 круг разомкнулся и я бросился на утек как будто не нёшься в охотящей силки моя голова трещала в ней танцевали врезались друг от друга падали поднимались снова пускались в пляс уродливые образы взмахивали крылья лезли мне в лицо клювами и слюнявыми пастями орали и прыгали так что кровь вот-вот пойдет из-за ушей от грохта и криков или внутреннего давления заскаливающего череп шапка сбилась на глаза отчего казалось что небо по собойчивость будто готовая рухнуть крыша осень снег как по белкам сыпался сверху преследуемые стаи я бежал по пустым улицам по окоченевшему миру оглядывался никого не видел за спиной зажмуривался и шарахался от их ритуальных плясок мое в моем пылающем сознании прижал ладоник ушам чтобы заглушить шум чтобы голова не развалилась рассвет я встретил в дебрях леса а где а где уля придурок мы убежали спасибо вы прошли четвертый эпизод визуальный новелл зайчик искренне благодарим вас за то что приобрели игру на раннем этапе это конец мы бросили олю с зверьми а там они а в нашем сне они всех съели и говорили что мы не захотели есть свою семью что ладно сколько времени час час я на этом закончу не всю игру мы закончили какую-то две ветви я пройду еще и на другие я знаю каких проходить так что увидимся видимо завтра еще раз хотя это это видео выйдет тогда когда вы его смотрите и через буквально несколько часов выйдет еще одно всем спасибо за просмотр всем пока